Ребята, всем привет! С вами Вика. Я живу 20 лет в Германии, о том и рассказываю. И сегодня мы с вами, как я и обещала, у меня выходной. Мы приехали в город Люфмсбург на выставку. На выставку Титаник. С Витей. Добро пожаловать. Оставайтесь с нами, будет весело. Витя, ты мне кто? Водитель. Нет? Друг, да? Потому что это самый популярный вопрос на канале. Кто тебя, Витя? Витя, друг? Водитель. Витя водитель. Путеводитель. Билет на выставку стоит 25 евро. Получили boarding card, как настоящую карту, которую получали путешественники на Титанике. Вот мы с вами попали в первый зал, где очень много фотографий и старых артефактов. Вот, Витя наблюдает один из них уже. Это старый Цанрат и Шрауба. Шлюссль. А здесь мини-копия самого корабля. Посмотрите, насколько он был длинный, этот корабль. Почему-то я себе не так его представляла. Это верхняя палуба и количество шлюпок на верхней палубе. Действительно маловато, да? В общем, в главных ролях Розы, а Виктория в роли Розы, а это Виктор в роли Джека. Вон, Леонардо Ди Каприо сегодня будешь играть, хорошо? А, не Воробья? Нет, не Джека Воробья. Сегодня Леонардо Ди Каприо, который Джек, который из Титаника, хорошо? Вот, а я Розы сегодня. Этот взгляд. Ты не понял, да, Джек? Нет? Ну, хорошо. Я не очень в ролевые игры играю. Я тебе позже объясню все. Смотрите, ребята, это Нитен. Не знаю, как они по-русски называются. Их было около трех миллионов. Вот именно такими штуками, сейчас поближе покажу, скреплен был весь Титаник. И сделано это было вручную. То есть вот так, ребята, брали хаммор, молоток, ниты и вбивали. И таким образом было около трех миллионов штук таких нитов колочено. Представляете, сколько работает? Вот. И здесь старые уникальные кадры. Как шли работы, я так думаю. Вот, видите, как люди строили Титаник. Интересно, кстати, посмотреть. Я думаю, что это оригинальная пленка тех лет. Примерно с такими чемоданами люди поднимались на борт. Боже мой, он реально со дна, что ли, поднят? Смотрите, вот из-за стекла не видно, насколько он ферростит уже. Прочитайте, кто сможет. И комментарий Витин к этому ауссага, что капитан был оптимистом. Вот и сам капитан этого корабля. Джек, отправляйся со мной. Ой. Вот так выглядела в оригинале каюта богатого человека, который путешествовал первым классом. А так выглядела плитка в туалетах и в душевых кабинах в третьем классе. Практично. Вот так выглядела зубная паста по-королевски. А вот так выглядела зубная щетка, ребята, меня это удивило. Ты видел зубную щетку? Кажется, без зубов остаться. А, это шоу-бюрсты. Ребята, извиняюсь, но очень похоже на зубную. Вот здесь вот точно шоу-бюрсты. Такие люстры висели в первом классе. Очки в золотой оправе. Старая перышница. Тарелка для овощей и фруктов. База. Чашечки. Тарелочки. Это подставка в линии. Винные бутылки. Пивные кружки. Кастрюли. Когда-то в них готовили вкусности. Сейчас они тут в музее стоят. Ух ты, бабушкина ложка. Ребята, кто помнит. Я на память о бабушке такую ложку, сказать, стану, привезла. Вилочки. Какая шаль интересная, посмотрите. Вот так. Чайничек. Знаете, всегда так грустно смотреть на предметы, которым уже более чем сто лет, наверное, да? И думать, что ими когда-то реально пользовались. Здесь я прям вижу, как люди брали этот чайник, наливали чай. Или что-то помешивали этой ложкой. И они даже предположить себе не могли, да? Что через много-много лет эти вещи будут лежать в музее. Это серебряная ложка. А, рели, шкабель. Ага, серебряная ложечка. Посмотрите, какая. Интересно так вот почувствовать здесь атмосферу того времени. Прикоснуться к истории. Я предполагаю, что именно так была оформлена зона ресторана. Обеденная зона. Сейчас я вам нарассказываю, ребята. В общем, если хотите грамотно сходить на экскурсию, идите сами, да? О, Витя горшки рассматривает. Яна прикольная. Это что? Кофемашина. А, это кафемашина? Ничего себе. Ливерпуль. Ого. О, вот это кафемашины. Вся изогнута, погнута. Обалдеть. Жалко, что ничего потрогать нельзя. А здесь сумочка для табака из кожи сделана. Я почему-то вспомнила про своего сотрудника. Он из такой же ходит. Ну или подобное. Это подтяжки, да? Или ремень? А здесь вот вполне такая современная вещь. Леон такой пользуется. Но это точно бритва, да? Я не ошиблась, как зубной щеткой. Это часть позолоченного забора с первого класса. Фергольдинг совсем чуть-чуть остался, видите? Ну вот эта штука точно со дна была достата. Достана. До стата. Достали со дна. Из таких тарелок кормили во втором классе. Мне кажется, они даже симпатичнее, чем в первом, да? Я не ошиблась, чем в первом классе. И здесь мы с вами уже ближе к народу. Это каюта третьего класса. Как видите, здесь ни окна нет. Такое прям скромное убранство. И тем не менее, эта каюта стоила по тем деньгам, если перевести на современный лад, 1340 евро за человека. И здесь также написано, что многие могли позволить себе второй класс, но дабы сэкономить деньги для пребывания в Америке, они как бы спали здесь. Обычные кровати, обычное одеяло, так скромненько, но в путешествии. Многие возвращались домой или навещали своих родителей где-то и потом возвращались домой. И вот таким образом путешествовали. На борту было 6000 тонн угля, представляете? Я так думаю, что авторы хотели передать такой приглушенный свет, такую атмосферу, да, как было в этой топке, или как вот называется это место, где находились вот все эти инструменты для хода корабля, для отопления корабля и прочего. Как-то здесь так жутковато, если честно. Вот эти люди работали. Колин Трима, Колин Тример, Трима. Эти лица, их уже давным-давно нет с нами. Могли ли они себе представить, что через столько лет они будут, их лица будут находиться в музее, люди будут приходить на них смотреть? Почему-то я об этом всегда думаю. Через 100 лет. Кто обо мне вспомнит через 100 лет? Или еще больше? Ну и вот, собственно говоря, то, что меня зацепило на этой выставке, это настоящий айсберг, к которому можно прикоснуться. Это лед. Вау! И здесь вот описание, что в ночь на 14 апреля 2012 года температура была минус 2 градуса. И люди в большинстве своем не утонули при потоплении корабля, а именно замерзли. То есть умерли от переохлаждения, потому что вода была очень холодной, и температура была минус 2 градуса. Потрогай еще раз. Музыкальное сопровождение такое жуткое. Я думаю, что там на месте, конечно, все было намного хуже. Но даже здесь стоишь, и как бы мурашки по коже такие прямо тут вообще неприятные ощущения. Представляете, ночь, полная темнота, ледяная вода, у людей шок, паника, ужас, конечно. Вот здесь эти ощущения чувствуются. Дырочки прикольные. Чем заняться на выставке Титаника? Ссувать пальчики в дырочки? Витя начал, я не виноват. Знаете почему? Наверное, потому что я лед не видела уже года два. Поэтому у меня такие ощущения со льдом. Прям мы друг друга с ним любим. Может быть, в этом году будет настоящая зима? Можно будет покататься на чем-нибудь. Снег там. Пока я трогаю айсберг с Титаника и кайфую при этом. Это просто невероятно. Я его вот три секунды буквально держу, и у меня рука просто онемевает. Все настолько он холодный. Но это лед, понятно, да? Просто представьте, насколько там было холодно. И как парализовало всех от этого холода. Такая вот история. Видите, здесь снежная королева. Витя управляет парадом. Он мне костылем показывает, куда мне нужно смотреть. Покажи, как это происходит. Костылем покажи, что мне нужно увидеть. Вот на что показывал Витя кадры. Я так думаю, что это кадры из кинофильма, да? Как Титаник медленно уходит под воду. Но это для нас с вами медленно, да? Так. Здесь есть еще пара историй. Вот эти две я прочитала сейчас. И вот эта история реально, ребята, даже вот не могу. Сейчас я вам расскажу ее. В общем, это Ида Страус и Изидор Страус. Муж и жена. И, насколько я понимаю или помню, спасали только детей и женщин. И у нее была возможность сесть в спасательную шлюпку номер ахт. Но она повернулась вот перед тем, как сесть, и сказала своему мужу, «Всю жизнь мы шли с тобой рука об руку. Даже в этот момент я не хочу тебя оставлять». И она осталась с ним на корабле, и они оба утонули. Жалко. Вообще, не знаю, разрыдалась, как дурочка. А это мама Леа и бэби Филли. В общем, у мамы выхватили ребенка и посадили его в спасательную шлюпку 11. А мама не успела в эту шлюпку сесть. И она, в общем, всю ночь провела вне знания о ее ребенке, жив ли он, не жив. Она тоже спаслась. Они оба живы остались. Все хорошо в этой истории закончилось. А здесь, конечно, очень жаль. И сколько таких еще историй, да? А здесь история о сильной женщине, которая переняла управление спасательной шлюпкой у мужчины и спасла много людей. Она управляла этой лодкой в течение всей ночи и как бы настраивала всех на позитивный лад, рассказывала истории, пела песни. В общем, всех спасла, получается. Хотя я думаю, что не все женщины в то время вообще могли как бы на такое пойти. Нет, как это объяснить? Побороть свой страх, побороть панику, научиться управлять лодкой. Я больше чем уверена, что она этого никогда раньше не делала. И спасти других женщин, да? Молодец, пять с плюсом. Да, что ж я так растрогалась-то, ребята? Вот 12-летняя Рут. Она была разделена с матерью и со своими братьями и сестрами. Она просто попала в разном лодке со своими родителями, с мамой и с сестрами, с братьями. Все, я больше не буду читать, потому что мне грустно. Это было, это история, это жизнь, конечно, ну как бы это все в прошлом. Но вот эти люди сейчас на нас смотрят, да, с вами. Вот здесь мы нашли, что Титаник утонул в 2 часа 20 минут 15 апреля 1912 года. И найден был только 1 сентября 1985 года. В 73 года он считался потерянным и забытым в холодных водах Северной Атлантики, в Атлантическом океане, да, на глубине более 4 километров. Здесь нам предоставлен фрагмент именно той доски, на которой Роза выжила. Вот и все, ребята, вся выставка. Все, ребята, мы вышли. Вот она, Роза, все, мы снова Виктор и Виктория. В общем, резюме. Мне не очень понравилось, честно. Там вот только ледник мне понравился, а так фотографии, артефакты. Ну, я не на 100% уверена, что это реально те самые артефакты, которые лежали на 4-х километровой дне. На дне 4-х километра. Вот. Ну, как правило, знаете, как бы это подделывается, да. История интересная, конечно. Меня зацепили больше истории людей. Ну, об этом я могла дома прочитать, сюда не приходить. Тебе как, понравилась выставка? Больше ожидали, да? Ну, как бы фотографии, все это смотришь, видео смотришь, и ожидания у тебя такие прям вау. На самом деле ничего такого. Вот эта лестница, и то на нее подняться нельзя. Айцберг и, в принципе, все. Остальное все фотографии, какие-то маленькие вещички я вам показывала. Можно посетить интереснее места, чем это. Не теряйте время, короче. Так, после полного разочарования выставкой мы решили, что нам надо заехать в русский магазин. Если здесь будут креветки, то мы сейчас купим креветки. И по очень вкусному рецепту, по Витиному, Витя обещал сделать. Хотя бы поедим вкусненько сегодня. А то прям как-то я не получила удовольствия, еду, Витя, говорю, мне вот просто жалко 50 евро, честно. Как-то вообще ни о чем выставка была. Время жалко. Вот. Калинка называется, русский магазин. О, такой большой выбор салатов здесь. Так, Гарнели здесь есть. Осталось узнать, сколько они стоят. Один килограмм. Так, ручки тянутся к конфеточкам. Ох, я их в Казахстане в этом году поела. На четыре килограммчика. Прохожу мимо, ребята, полтора килограмма я уже сбросила. Ой, мои любимые конфетки. Видите, тут даже пчелки есть. И Левушка есть. Но мы не будем брать, да? Вика толстая. Трахатовских не вижу. Марина такие вкусные конфеты покупала. А здесь у нас их нет. Надо было с собой брать. Говори и лежи. Кто помнит, что копай из нашего детства? Так, ребята, вы попали в недра моего багажника. Я показываю вам покупку. Это семечки. Это Гарнели. Гарнели для блюд и морепродуктов. В общем, это, видите, надо чукопай. И за все это я заплатила 30 евро 55 центов. Кстати, Гарнели стоит здесь намного дешевле. У нас, по-моему, 13 или 15 евро. А здесь что-то около 10 евро одного. А, 10.99. В общем, классно. Хорошо, что заехали. Красиво. Сейчас вот с этого ранорса. Ты еще теперь не только водитель, ты оператор. Да, водитель это хоть покажи. Кто тут водитель? Такая, а-а-а, она здесь много. Ребят, мы приехали в Кауфлянд за Томкиным соусом. И я увидела сливу. Ребята ее собирали, но мне собирать некогда. Ту мы съели, а я на нее так подсела. В общем, придется брать. Так, полтора килограмма 3 евро. Здесь персики, но они какие-то прям замученные, что ли. Нет, вот эти вроде бы для абрикоса. Эти вроде бы нормальные. Сколько они? 3 евро стоят, нектаринки. Я очень сильно хочу виноград. Я его почему-то не... А, нет, вижу, ребята, виноград. Ого. Цены на виноград. Как-то не очень я, что ли, хочу виноград. Не, ну что-то вообще заоблачно. Вот так. А он какой-то уже, смотрите, весь пропавший. Ладно, вот этот, в принципе, выглядит неплохо. Вот этот возьму. Килограмм 2,79. Про Томкин соус я не пошутила. Он так и называется. Томка. Томкин соус. Вот что не ожидала увидеть, это лечо. В Кауфлянде лечо продается. Койра 39 стоит. У меня как-то еще нет на него аппетита. Как в мультике в каком-то, да? Обалдеть. Она сейчас спрячется. Круто, да? Можешь ее на двоечку поставь? Ее ближе будет видно. Как будто упадет сейчас, да? Слушай, я такую большую реально никогда не видела. Сокрос. Бомбически. Ребята, пока я ездила на работу, Леонс, видите, здесь сделали горнели в Томкином соусе с манго. Очень вкусное блюдо, просто бомбическое. Мы, когда сыны были в банке в Симпалатинске, мы заказывали сковородище горнелей. Так вот, сковородище, это вот. Сейчас мы будем кушать. Я обожаю горнели просто. Такие вкусненькие. Ням-ням-нямочки. Вы любите таких морских гадов? Есть люди, которые очень любят, и есть люди, которые... Фии, уберите это с глаз. Вот. Приятного нам аппетита. Трэш. Вот это все съела я. Мне кажется, 600 грамм креветок съела только Виктория. Ужас.